В эфире новости Израиля. В студии Денис Гольдман. Добрый вечер. И в начале коротко о главных темах выпуска. Быть или не быть санкциям. В Израиле надеются, что США не ослабят санкционное давление на Иран. Надежды на то, что Вашингтон не вернется в СВПД, тают. Признание мимоходом. Лидер Хизбаллы Хасан Насрала, угрожая Израилю, случайно признал еврейское государство. Сосед и партнер. Иерусалим укрепляет отношения с Каиром. Нетаньяу считает Израиль и Египет энергетическим хабом в регионе. Два государства для двух народов. Приверженность этому принципу озвучил в телефонной беседе со своим израильским коллегой госсекретарь США. Энтони Блинкин напомнил Габи Ашкенази. США за создание жизнеспособного государства Палестина. При этом Вашингтон, как и прежде, будет выступать за пресечение несправедливых односторонних действий, направленных против Иерусалима. Конец цитаты. Ничего нового и неожиданного для Израиля в этих заявлениях нет. Главный вопрос, который действительно волнует власти еврейского государства, отменят или нет США санкции в отношении Ирана. Если это произойдет, то следующим шагом администрации Джо Байдена станет присоединение к СВПД. К той самой ядерной сделке, из которой Соединенные Штаты вышли при президенте Дональде Трампе. Пока на официальном уровне США заявляют, что не собираются отменять антииранские санкции. Тем не менее, аналитики, в том числе и израильские, считают, что стоит ожидать, если не полной отмены ограничительных мер, то их смягчение. Администрация президента США Джо Байдена рассматривает возможность смягчения санкций, введенных против Ирана. Об этом сообщает британская Таймс. Цель – подтолкнуть Тегеран к возвращению за стол переговоров. Авторы публикации считают, что сигналом о наличии подобных намерений у Белого дома может служить заявление американского лидера о готовности провести неформальную встречу с участием всех сторон, подписавших в 2015 году соглашение о судьбе иранской ядерной программы, а именно Ирана, США, России, Великобритании, Франции и Германии. «Мы готовы начать конструктивные переговоры в формате 5 плюс 1 по иранской ядерной программе. Мы должны заняться дестабилизирующей активностью Ирана на Ближнем Востоке. Мы намерены работать в тесном сотрудничестве с нашими европейскими и другими партнерами». При этом администрация Байдена продолжает настаивать на возобновлении переговоров без предварительных условий. Однако Таймс, цитируя источники в администрации, утверждает, есть признаки, что смягчение санкций последует в скором будущем, хоть и не в ближайшие дни. Эту позицию косвенно подтвердил госсекретарь США Энтони Блинкен. Президент Джо Байден сказал, что если Иран вернется к строгому соблюдению пакта 2015 года, его администрация поступит так же. «Работая с союзниками и партнерами, мы будем стремиться продлить и укрепить СВПД и решить другие вопросы, вызывающие озабоченность, включая дестабилизирующее поведение Ирана в регионе и разработку и распространение баллистических ракет. Иран должен соблюдать свои соглашения о гарантиях с МАГАТЭ и свои международные обязательства». Правда, в самом Тегеране наблюдением «Таймса» доверять не склонны, во всяком случае публично. Глава внешнеполитического ведомства Исламской республики Мохаммад Джавад Зариф заявил, что новая американская администрация на самом деле продолжает политику максимального давления на Иран, которую проводило прежнее руководство США. «Все наши шаги, направленные на выход из соглашения, обратимы. Но США должны вернуться к его условиям и объявить о снятии санкций. У США болезненная привязанность к санкциям. Но это нас не пугает». При этом министр добавил, что обратимы допуск инспекторов МАГАТЭ на ядерные объекты. Именно это послужило причиной визита в Тегеран директором Международного агентства по атомной энергии. Рафаэль Гросси посетил иранскую столицу, чтобы попытаться добиться отсрочки вступления в силу закона, согласно которому инспекторов МАГАТЭ лишат допуска на ядерные объекты. По окончании встреч Гросси объявил, что его миссия увенчалась успехом. «Это хороший разумный результат, предоставляющий временный выход из ситуации. Мы достигли технических договоренностей, которые позволят МАГАТЭ продолжить проверки в ближайшие три месяца». Но если разобраться, то переговоры закончились успешно для Тегерана. В частности, разработан новый механизм, призванный сохранить возможность международного контроля над иранскими разработками, именно так, что этот контроль теряет смысл. А именно доступ инспекторов МАГАТЭ на ядерные объекты будет ограничен. Прекращаются внезапные проверки, что позволяет режиму Айатолл в случае надобности замести следы. Плюс ко всему, Иран получит возможность самостоятельно собирать данные для агентства. Срок же соглашения, больше похожего на соглашательство, три месяца. Именно столько Тегеран готов предоставить международному сообществу, чтобы возобновить действия СВПД. МАГАТЭ не будет иметь доступ к камерам на ядерных объектах в Иране. Однако эти данные будут храниться три месяца на случай снятия санкций Соединенными Штатами. Если Вашингтон к этому времени не вернется к ядерной сделке, то вся информация с камер будет стерта. Успех господина Гросси выглядит еще более сомнительным после того, как в результате последних инспекций, проведенных на двух иранских объектах, сотрудники МАГАТЭ обнаружили следы урана, которые могут свидетельствовать о том, что Иран продолжает работу над ядерным оружием. Интересно, что в течение семи месяцев власти Ирана не допускали инспекторов на эти объекты. А по данным ООН, оба не функционировали последние два десятка лет. Еще более интересным выглядит то, что один из них, расположенный в окрестностях Исфагана, фигурировал в отчете премьер-министра Израиля Бениамина Нетаньягу о военном характере иранских разработок. В МАГАТЭ высказали подозрение, что один из объектов использовался для обработки урана, а на другом проводились эксперименты с взрывчатыми веществами. Но после того, как директор агентства договорился о новом формате сотрудничества, Тегеран сам решит, предоставлять ли дополнительные доказательства своих ядерных экспериментов. Ответ очевиден. Парламент Ирана требует отдать под суд президента Исламской республики Хасан Рухани. Меджлис принял резолюцию, призывающую прокуратуру начать расследование. Депутаты обвиняют Рухани в нарушении закона о стратегических контрмерах в ответ на санкции. Один из пунктов закона – это разрыв отношений с МАГАТЭ. Второй – начало обогащения урана до 20%. И еще есть пункт о подготовке к строительству реактора на тяжелой воде мощностью 40 мегаватт. Дело в том, что практически сразу после того, как закон был принят Меджлисом, Хасан Рухани выступил против разрыва отношений с МАГАТЭ. Теперь президенту это припомнили. Наиболее категоричен спикер парламента Исламской республики Мохаммад Багер Галибаф. В июне в Иране состоятся президентские выборы, и Галибаф, скорее всего, будет баллотироваться, представляя интересы консерваторов. Параллельно с этим иранские военные полностью берут под контроль сирийский аэродром Т-4. Арабские СМИ пишут о том, что иранцы начали подготовку к развертыванию там баллистических ракет. Проверить информацию практически невозможно, но в Израиле полагают, что это затратное и во многом бессмысленное занятие. Для того, чтобы сбивать самолеты, нужны не баллистические ракеты, а эффективная система ПВО. Российские военные оставляют печально известный аэродром Т-4. По данным сирийских оппозиционных СМИ, передислокация началась еще 16 февраля. 11 грузовиков с десятками российских военнослужащих и большим количеством тылового оборудования покинули Т-4. Как ожидается, после ухода база перейдет под полный контроль проиранских сил. Т-4 – один из ключевых объектов сирийской армии, расположенный в стратегически важном районе страны между Хомсом и Пальмирой. При этом рядом также находятся газовые месторождения, которые снабжают природным топливом основные ТЭС Сирии. Еще в 30-х годах прошлого века в этом районе была построена четвертая насосная станция нефтепровода Хаддито-Триполи. Отсюда и название – Т-4 – по первой букве пункта назначения и порядковому номеру. Позже, в 70-80-х годах, на базе периодически оказывались советские самолеты. А в ходе военной операции России в Сирии Т-4 использовался в качестве аэродрома-подскока, то есть базы для кратковременной стоянки, пополнения боевого комплекта, дозаправки, обслуживания и ремонта. Именно с этого аэродрома, как утверждали израильские военные, в феврале 2018 года была осуществлена атака иранских беспилотников по территории Израиля. Тегеран под прикрытием российских военных разместил на базе Т-4 специальные силы КУЦ – корпуса стражей Исламской революции. Именно через этот аэродром поставлялось оружие для сирийского правительства, ливанской хизбаллы и различных шиитских бандформирований в регионе. Израиль не раз заявлял, что не собирается вмешиваться в ход гражданской войны в Сирии, но оставляет за собой право принимать меры против действий Ирана и его союзников на сирийской территории, если они представляют угрозу безопасности еврейского государства. Иран хочет использовать Ирак, Сирию, Ливан и Йемен в качестве баз для атаки на Израиль с помощью баллистических высокоточных ракет. Это большая опасность. И чтобы предотвратить эту опасность, мы должны объединиться. Тем временем генсек ливанской хизбаллы Хасан Насрала выступил с заявлением, в котором подчеркнул, что партия Аллаха не стремится к конфронтации с Израилем. Но тут же сам себя опроверг, добавив, что любая будущая война будет направлена на внутренние районы Израиля. И еврейское государство столкнется с такими угрозами, каких не знало с момента основания. Обращаясь к начальнику генштаба Цааля Абиву Кохави, Насрала заявил, никто не может дать гарантии того, что даже краткосрочные боевые действия не перерастут в широкомасштабную войну, войну на уничтожение. «Если вы навяжете нам войну, мы будем воевать. Если вы нанесете удар по нашим городам, мы ответим тем же. Если вы атакуете наши деревни, мы разбомбим ваше поселение. В следующей войне израильский тыл столкнется с тем, чего он не знал с момента основания Израиля». Признав мимоходом государство Израиль, шейх тут же сделал реверанс в сторону новой американской администрации, выразив надежду, что с уходом Дональда Трампа из Белого дома США начнут учитывать важность Ливана для Ближневосточного региона. Он также позитивно оценил заявление Вашингтона о прекращении поддержки войны с Йеменом, которую ведет арабская коалиция во главе Саудовской Аравии. Впрочем, в Белом доме уже дали понять, Израиль важен для США. «Израиль – это страна, с которой у нас есть важные стратегические отношения в области безопасности. И наша команда полностью вовлечена в этот процесс». Но у Насралы свое видение вспомнил лидер партии Аллаха и трамповскую сделку века, отметив, что сегодня уже никто о ней не вспоминает, и она уходит в прошлое. Что же касается нормализации отношений Израиля с некоторыми арабскими странами, инициированные администрацией Трампа, лидер Хизбаллы считает, что ключевые игроки в лице Египта и Ордании показали пример отказа от этой нормализации. И это при том, что Каир и Аман раньше всех заключили мир с Израилем. Но это, похоже, Насралу не волнует. Надежды же властей Судана решить свои экономические проблемы за счет нормализации отношений с Израилем, Насралы назвал иллюзорными. Впрочем, иллюзорными скорее выглядят надежды лидера Хизбаллы заставить арабские государства отречься от договоренностей с Израилем. Премьер-министр Бениамин Нетаньяу встретился в Иерусалиме с министром нефти и минеральных ресурсов Египта Тариком Аль-Муллой. По словам главы израильского правительства, Израиль и Египет являются региональным энергетическим хабом. Оба государства могут удовлетворить не только собственные потребности, но и другие страны. Это важный день, который символизирует продолжающееся сотрудничество между нами в сфере энергетики и во многих других вопросах. Соглашениями Авраама наступила новая эра мира и процветания в регионе, которая началась, разумеется, с исторического мирного соглашения между Египтом и Израилем. Теперь это стало тем, что может улучшить экономическое положение всех народов региона. Мы считаем, что это прекрасная возможность для регионального сотрудничества Египта, Израиля и других государств. Окружной суд Иерусалима не удовлетворил просьбу подсудимых о прекращении процесса по так называемым делам 1000 и 4000, по которым среди прочих обвиняется и премьер-министр Израиля Бениамин Нетаньяу. Судьи отметили, что не все нарушения, допущенные в ходе уголовного следствия, оправдывают отмену судебного процесса, а только те, которые свидетельствуют о том, что само решение о возбуждении следствия и привлечении к уголовной ответственности было ошибочным. Отмечу, что в ходе следствия, по версии адвокатов защиты, полиция выбивала показания и свидетелей, шантажируя их интимными подробностями, обнаруженными в телефонах, проводила незаконные обыски и изъятия, фабриковала заведомо ложные обвинения. Судьи согласовывали со знакомыми следователями меру пресечения для подозреваемых. Напомню, что Нетаньяу заявил в суде, что он невиновен. Глава израильского правительства обвиняется в превышении полномочий, мошенничестве и получении взятки. Советник премьер-министра адвокат Ариэль Бульштейн считает, что судебный процесс привлечет к себе особое внимание СМИ, когда свидетели начнут давать показания. Следующая, например, фаза будет действительно с юридической точки зрения важна, когда будут высказываться свидетели с обеих сторон. Вот это будет действительно более интересно для наблюдателей. Пока же мы на этой неделе видели другую ситуацию, как суд, мягко скажу, очень недоволен поведением прокуратуры. Он отказался назначить первое слушание свидетелей, потому что требует наконец-то от прокуратуры понять, что же происходит с теми самыми разрешениями юридического советника правительства на начало расследования. Напоминаю, что в Израиле по закону только юридический советник правительства имеет право дать разрешение на то, чтобы расследовать премьер-министра. И вот этих письменных документов нету. Или, по крайней мере, прокуратура отказывается их предоставить в суду и защите. На этом наш выпуск завершен. Всего доброго. Оставайтесь на RTVI.